Кроме того, иерархический кластерный анализ не работает со взвешенными данными. На что же нам ориентироваться, если не на визуализацию? Мы можем ориентироваться на характеристики мер сходства-несходства. Эти характеристики я разделил по нескольким основаниям, и найти их можно на моем сайте. Переходим к иерархическому кластерному анализу, эдикотомический шкал, и смотрим, здесь есть, во-первых, просто перечисление, во-вторых, мы можем загрузить этот экселевский файл, в нем тоже перечислены в пяти основаниям то, как различаются меры несходства и сходства. И дальше, на этом листе, мы видим описание каждой меры с точки зрения этих характеристик. Здесь выдержка из мануала SPSS, здесь мои дополнения, которые еще нужно добавить. Кроме того, мы можем ориентироваться на специальный алгоритм для выбора подходящей меры сходства или несходства, основываясь на профилях и нашем понимании того, какие профили должны быть вместе, какие профили должны быть порознь. У нас семь переменных. Здесь есть область для ввода ключевых профилей. Давайте, исходя из того, что у нас семь дихотомических переменных, подумаем, какое у нас есть разнообразие профилей. Каждая переменная закодирована единицей и нулем. Люди, которые не имеют никаких проявлений политического активизма, их профиль – все семь нулей. Люди, которые имеют, допустим, три проявления политического активизма, у них три единицы, а остальные четыре нуля. Люди, которые имеют очень много проявлений политического активизма, допустим, у них шесть или даже семь единиц. Очевидно, что люди, у которых шесть-семь единиц, они совсем не похожи на людей, у которых сплошные нули. При этом, если запустить описательную статистику, будет понятно, что нули преобладают. Таким образом, можно взять за базовый профиль, именно профиль с нулями. Я его отобразил в таблице.